В сегодняшнем ролике мы с вами обсуждаем тему осыпания бутонов на виноградных гроздях и осыпания завязей. Ну а также другие факторы, которые влияют на цветение и успешное опыление винограда. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Факторы, которые влияют на успешное цветение, опыление, оплодотворение ягод, можно разделить на две группы. Первая группа факторов – это события, которые происходили до момента цветения, причем за достаточно большое время. Смотрите, что происходит. Вообще виноградные грозди на следующий год закладываются вот сейчас, когда виноград цветет. Они там начинают развиваться, 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 и уже финальные стадии развития органов цветка, развития пыльцевого зерна, развития пестика, они проходят весной. Где-то конец апреля, начало мая. Если в этот момент у нас стоит неблагоприятная погода, холодная погода, а если у нас еще и заморозки, то вот эти самые органы цветка, они не доформировываются до конца. И таким образом у нас получается цветочек, он есть, да, а он недоразвитый. И поэтому он просто осыпается. Сейчас даже покажу вам наглядный пример. Смотрите, вот побег, да, и вот гроздочка. Она, видите, она вообще недоразвита. Она осыпется. А причем, смотрите, опять же, как интересно, вот грозди на побеге, они закладываются в разное время. Сначала нижняя, потом верхняя. На этом же побеге верхняя гроздь, она такая, ну, более-менее адекватная. Конечно, количество цветков в нем, в ней небольшое, да, ну, вот такая себе гроздочка. Но, извините, по сравнению вот с этой, да, разница, она, она очень ощутима. То есть вот у нас был заморозок, было холодно, и вот эти органы, они недоформировались. Соответственно, ну, вот здесь пока что осыпаний нет, но мы просто видим такое вот недосоцветие. А может быть вот так вот вы раз, еще бутончики, оно прям все сыпется, сыпется, сыпется. Это влияние погодных условий, вот примерно конец апреля, начало мая, то есть влияние холодной весны. И к нашему большому сожалению, вот на это мы повлиять практически не можем. Как бы мы не защищали наши растения от заморозков, как бы мы их там не старались утеплить, все равно вот есть неблагоприятные условия, надо же еще понимать, что кроме заморозка, да, мы, допустим, верхнюю часть укрыли, но почва-то холодная, растение не может нормально функционировать, да, оно тратит в это время силы на поддержание себя. Вот у нас в этом году какая была проблема? Ранняя вегетация, да, растения уже с такими хорошими зелеными побегами, и тут заморозок. Да, мы их укрыли, мы их защитили. Но все равно они страдали. Поэтому в этом сезоне мы вполне можем столкнуться с осыпанием цветков, ну и, к сожалению, да, вот так. С этим мы ничего не можем поделать, но хорошая новость в том, что осыпаются не все цветки, да, даже я вам показала, вот одна гроздь нижняя, она уродская, ее практически нету, а верхняя такая ничего. И на этом же кусте это легенда технический сорт. На этом же кусте есть другие побеги, где гроздочки в принципе нормальные. То есть не обязательно, что у вас вот целый куст ляжет, может есть только частично такие повреждения. Вторая группа факторов – это те события, которые у нас предшествуют в цветении и происходят во время цветения. Здесь что важно для хорошего цветения – тепло и влага. А тут пару слов вообще, как происходит цветение у винограда. Ну, я уже не буду брать подручный материал. Пару лет назад я все это рассказывала подробно, у меня было время читать книжки, было время рассказывать. Если кому-то интересно, то я оставлю ссылки на те ролики, где можно посмотреть подробно. Сейчас, ну так, постараемся простенько и быстренько. Значит, вот у нас цветочек, а сверху он накрыт вот таким колпачком. По определенным причинам, как правило, это жарко и сухо. Вот этот самый колпачок, он не может сброситься. То есть, когда все хорошо, колпачок этот прыг, отпрыгивает, да, и здесь у нас пестик, тычиночки, все, они там между собой опыляются. Но в определенных случаях вот этот самый колпачок, он не сбрасывается, он остается. И в зависимости от сорта, есть сорта, которые вот даже под колпачком там может пройти опыление, и вырастает ягодка, даже прикольно, так видно, вот ягодка опылилась, у нее на хвостике этот колпачок висит. Но он может не сброситься, там цветочек не может сам себя опылить. И в таком случае что? Мы опять будем видеть осыпание. Вот смотрите, здесь на листике как раз-таки эти колпачки, да, там, видите, уже и тычиночки посбрасывались. Ну вот эти вот зеленые, как цветочки, вот это те самые колпачки. И в отличие от майских заморозков, сейчас, вот в это время, перед цветением, во время цветения, мы немножко можем повлиять на процессы. И немножко, да, мы не волшебники, но сгладить негативные факторы мы тоже можем. Смотрите, если у нас жарко и сухо, мы можем сделать чуть прохладнее, чуть влажнее. Конечно, можем, особенно это касается теплиц. Опять же, вот в этом сезоне уже были вопросы, в теплице сыпется. Смотрите, теплица, закрытый грунт. У нас стоит жаркая погода, да, проходят дожди. Но опять же, где-то проходят, где-то не проходят, мы еще вернемся к этой теме. Вот сейчас, ну, на термометре где-то градусов 25. Я здесь, чтобы тенек был, чтобы у меня более-менее, я могла с вами разговаривать, стоит зонтик. И вот мне здесь уже душно, вот прям, ну, тяжело. А в теплице сейчас температура будет, там, градусов под 40 и выше. Это очень жарко. Даже при светении вот 40, это уже все, стерильная пыльца, пыление не происходит. И вот вам и причина. То, что стоит проветривание в теплице, этого мало, этого недостаточно. И вот что мы здесь можем делать? Мы можем теплицу орошать. Не надо заливать водой, да. Вот, увлажнили немножко земельку. Водичка эта начнет испаряться. Она немножко сгладит температуру. Вот раньше, да, там, пока не изобрели кондиционеры. Так, в принципе, и сейчас это кое-кде используется. Как люди охлаждались? Ну, разумеется, богатые. Водичку разбрызгивали. Даже в Египте, вот, где открытые такие террасы, там, просто, вот, вверху вентилятор, он гоняет такой легкий туманчик. Все. Немножко температура снижается. Точно так же вы можете сделать и в теплицах. Современные вот эти пистолеты для полива. В некоторых есть режим туман. Можно кинуть, да, в тепличку. И вот этот легкий туманчик создать. Нету просто водичкой немножко земельку пролили. Все, этого будет достаточно. Мы дали влагу, и мы чуть-чуть снизили температуру. Соответственно, создали более благоприятные условия для нужных нам процессов. Да, то есть, про колпачки понятно. Переходим к процессу уже непосредственно опыления, оплодотворения. А здесь тоже важны условия. Смотрите, оптимально где-то, ну, вообще ближе к 30, ну, нормально так вот 20 до 30 градусов. Когда температура поднимается выше, там уже под 40, пыльца, в принципе, становится стерильной. Дальше, чтобы все процессы нужные случились, на пестике выделяется специальная жидкость, такая клейкая, чтобы пыльцевое зерно приклеилось и потом удачно проросло. Если у нас стоит жаркая, сухая погода, даже просто сухая, да, то вот эта вот капелька, она пересыхает. И все, и опять же у нас опыление не случается. А теперь, внимание, вопрос, мы можем на это повлиять? Конечно, можем. Мы можем дать влажность? Конечно, можем. Не надо лить по цветам, да, но землю увлажнить вокруг. Мы вполне способны. И отвечая на вопрос, вот когда я рассказывала, что хорошо бы сделать перед цветением, да, было несколько комментариев, вот кому верить, а Юрий Какойтович, вот, рассказывает, что ни в коем случае перед цветением поливать нельзя. Кому верить? Здравому смыслу. Опытный виноградарь, либо тот, который хочет стать опытным, да, он знает процессы, либо изучает их, он оценивает условия и понимает, как он может повлиять. Ну, а если вот мы смотрим только вот так прямо, да, и говорим, что надо идти только вперед, не важно, что там, ямы, горы, да, еще что-то, ну, дальше, я думаю, вы все поняли, оставим без комментариев. Еще смотрите, какой момент касательно полива. На хорошее опыление, на хорошее оплодотворение, конечно же, влияет наличие питательных веществ. И сейчас я уже буду приводить конкретно примеры нашего региона и даже нашего участка. Что может получиться? Мы можем даже там удобрить за некоторое время наш виноградник и, в принципе, знать, что у нас почвы более-менее всего достаточно. Но у нас, опять же, может стоять жаркая, засушливая погода. Вот пример прошлого года, у нас два месяца не было дождей вообще. Весь май, весь июнь. Причем вот вокруг, везде проходили у нас ни капли. И что происходит в этот момент? Растение, ну, в принципе, перед цветением у него что? Период активного роста, когда ему вода нужна, чтобы наращивать вот эту зеленую массу. А воды в дефиците. Опять же, кто-то писал такой интересный комментарий, что, ой, ну какая у вас в Беларуси засуха, вы типа засуху не видели. Тут тоже надо понимать, что где-то там в засушливых регионах, да, там совершенно другие условия, там, в принципе, тепло, там другой почвенный слой, там виноград глубоко-глубоко-глубоко и далеко уходит корнями, он может найти эту влагу. У нас корневая система, она поверхностная, у нас основная масса 25-30 сантиметров. Все, она дальше не идет. Если этот слой просыхает винограду, искать влагу просто негде. И что получается? У нас даже и питательных веществ хватает, а взять он их с почвы не может. Ну, приведу, опять же, пример прошлого года. Вот у нас стоит эта засуха, и перед цветением я замечаю, что у нас при стенке у одного куста вянут лозы. Вот просто все зеленые побеги вянут. Мы, постоянные зрители, видели этот ролик. В предыдущей съемке прошли сутки. Конечно, ситуация лучше на кусте, но все же, вот, первые побеги неплохо. А здесь идет подведание, да, не такое сильное, как вчера. Вот, смотрите, прошло уже несколько дней после того, как мы тут все очень хорошо пролили. Несколько раз я проливала. Что оказалось? Сухо, а там еще походили кроты, после кротов пришли жабки, подрыли вот эти норочки. И все, там сухо, еще куст молодой, да, он уже плодоносит. И вот, если бы я послушала какого-нибудь, да, там, Юрия Какойтовича или там Петра Дормидонтовича, который утверждает, что поливать перед цветением нельзя, то мы бы просто загубили куст. Ну, или половину куста. Ну, что, я вижу, вянет. Да, кидаем шланг, через день у нас все хорошо. Тургер восстанавливается, да, все восстанавливается. Более того, осенью мы с этих побегов снимаем нормальный урожай. То есть, понимаете, к чему я это веду? И в этом сезоне мы сталкиваемся с похожей ситуацией. Опять, везде вокруг идут дожди, у нас, ну, две капли капают. Ну, влажность вот для цветения и опыления как раз-таки нужная влажность воздуха создается. Но, смотрите, опять же, в почве у нас лежат питательные вещества. И чтобы растение его взяло, нужен растворитель, нужна вода. Опять же, пример прошлого года, вот из-за этой засухи, у нас вот здесь виноградник, ну, объемы большие, сложно полить. Вот так вот стоишь издалека, он желтый весь. И хлорозы были, страшные хлорозы. И как только пошли дожди, все развеселилось, да, все зазеленело, и все стало нормально. Почему? Вот в почве все есть, только растению надо дать возможность взять. Поэтому, опять же, мы можем на это влиять? Можем. Мы анализируем, что у нас происходит на участке, анализируем. И в зависимости от ситуации, да, от потребности растений и применяем те или иные меры. Ну, вот полив, увлажнение, это прям очень хорошо, если стоит жаркая, сухая погода. И еще касательно влияния элементов питания на опыление и оплодотворение. Избыток азота, он вреден. И он как раз таки опылению и оплодотворению будет мешать. Поэтому, поскольку мы уже приближаемся, вот совсем приближаемся к цветению, да, сейчас уже лучше ничего не вносить. Неделю назад как бы было нормально. Опять же, я же ориентируюсь на наш регион, да, и на развитие наших лоз. Где-то уже может цветение идти в самом разгаре. То же сейчас мы ждем окончания цветения. И если надо, тогда будем кормить наши кусты. Касательно микроэлементов, да, часто говорят, вот бор хорошо для цветения. Да, бор хорошо, но опять же, его надо вносить чуть-чуть пораньше. И еще, что может повлиять на успешное опыление и оплодотворение? Наличие заболеваний. Да, у вас могут осыпаться цветы, у вас могут осыпаться завязи. Как раз таки потому, что там работает мильдию, там работает аэдиум, там работает серая гниль. Опять же, к вопросу, зачем надо обрабатывать перед цветением. Вот затем и надо обрабатывать, что перед цветением как раз таки вот эти патогены могут проникать в растение и делать свое черное дело. И вы будете думать, а чего-то у меня сыплется, сорт, наверное, плохой, да. А на самом деле это уже может быть проявление болезни. Поэтому профилактику перед цветением проводить нужно. Особенно, если стоит погода, которая благоприятствует развитию заболеваний. Опять же, ориентируясь у нас, да, жарко, где-то проходят дожди. Вот прям для мильдию идеальнейшая погода, чтобы начать развиваться. У нас капает три капли, но даже этих трех капель, если растение несколько ослаблено, вот тоже прям идеально для развития заболеваний. Поэтому профилактику проводить нужно. И еще один прием, о котором следует упомянуть, это прищипывание верхушки, побега перед цветением. Тоже есть мнение, что вот прищипывание верхушки, оно перераспределяет питательные вещества, и тогда виноград опыляется лучше. Смотрите, опять же, этот прием, да, он работает. Не стопроцентно, и не на всех сортах. Пробовать можно. И вот здесь, что я вам рекомендую, то есть если на вашем участке есть какие-то сорта, у которых бывают проблемы с опылением, опять же, в ваших конкретных условиях, потому что часто бывает, вот одни там ругают, ой, вот это плохо опыляется, а у других все классно. И тут не только от сорта, зависит от сорта, конечно, но и от условий. Так вот, вы у себя конкретно проверяйте. Возьмите вот на нескольких побегах, прищипните и пометьте эти побеги цветными ленточками, например, и потом сравните, да, будете понимать, прищипывание помогло, да, либо что-то еще. То есть это работает, ну, повторю еще раз, не всегда и не для всех. Еще один фактор, который может спровоцировать плохое пыление и плохое завязывание ягод, это загущенность. Мы сейчас не будем внедряться, почему получилась загущенность. Так бывает, все. Принимаем это как аксиом. Так вот, в таких случаях, если у нас есть загущение, наша задача, что сделать? Всего лишь это загущение убрать. Вот здесь вроде не так уж и густо, но тем не менее, смотрите, не надо вырезать все листья, не надо тут проводить глобальную зачистку. Смотрите, вот мы можем убрать, допустим, один листик, два, да, вот немножечко, пару листиков убрать, чтобы здесь было хорошее проветривание. И этого будет достаточно. Опять же, возвращаясь к мифу, что ай-яй-яй, вот какой-то там листик там кормит гроздь. Ну, кормит, значит, покормит другой. Ничего страшного. Мы ищем компромисс. Мы из двух зуб всегда выбираем меньше. И в случае загущения, вот, пару листиков убираем. Еще был вопрос, что вот на метр прям все листья и пасынки удалять. Не надо все удалять. Еще раз повторяю, что чуть-чуть в зоне гроздей, вот, немножечко, вот, смотрите, здесь даже вот я оторву этот листик, все уже, уже все становится гораздо более проветриваемое. Вот там просто вот этот, вот этот я оторву, все. Проветривание случится. И последний момент касательно нормировки гроздями. Смотрите, есть два мнения. Да, кто-то считает, что нормировку гроздями нужно проводить до светения. Кто-то считает, что после, когда мы понимаем, как и что у нас и пылится. Кто прав? Никто не прав, и все правы. Смотрите, если вы знаете, что у вас вот какой-то сорт всегда классно пыляется, с ним всегда все хорошо, а при этом он еще может закладывать большое количество гроздей, бывает по 4 на побег. с потенциалом грозди, там полкилограмма и больше. То, конечно, можно и нужно убрать. Часть гроздей хотя бы 2. Опять же, если мы знаем, что это сорт крупноплодный, да, у него там 3-4 грозди на побег, как минимум одну можно убрать. с другой стороны, если мы знаем, пусть даже не в ваших условиях, но вы слышали, что у какого-то сорта, у какой-то формы есть проблемы с опылением. Вот, например, тот же Юпитер, он не у всех хорошо опыляется. У кого-то он классно опыляется, прям классно, да, у кого-то там гроздь дирострепа. Соответственно, мы услышали такую информацию, ну, та же красотка, да, хотя про красотку я вам сказала, что дайте красотке воды, и все будет хорошо, но мало ли, да, что еще с той красоткой случится. Руслин Янтарный, он же жемчуг запорожский, тоже может плоховато опыляться, закладывать 4 грозди на побег. Вот его можно и не нормировать перед цветением. Потом отцвел, да, мы увидели опыление, мы увидели, что все хорошо, все, лишнее гроздью убрали. Увидели, что не очень, ну, по-любому мы остались с ягодой. То есть здесь, опять же, касательно нормировки, вы примеряете на себя, на свои условия, и вспоминаем то, с чего я начинала ролик, что если была холодная весна, если были заморозки, да, то у нас могут быть проблемы. Растение условно заложило 100 цветочков, из них может опылиться 50, и в таком случае может быть и не спешить с нормировкой. Но здесь, опять же, нет правильного решения. Все решения компромиссны, и принять их можете только вы. Опять же, исходя из ваших условий. Тем не менее, я вам желаю хорошего цветения, хорошего опыления, какое решение вы бы не приняли. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Щё», ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!